Сегодня в эфире. Это, как правило, кожа стопы, за две недели увеличиваются в размерах до 10 мм, и откладывают яйца. Вскоре после этого самки погибают, а в месте поражения образуются язвы, очаги воспаления, развиваются вторичные инфекции. Единственный способ избавиться от паразитов – удалить их из тела. Зачастую жители эндемичных регионов делают это нестерильными инструментами, что только ухудшает ситуацию из-за заноса новых возбудителей инфекций, включая столкняк. Сколько человек в мире становятся хозяевами паразитов, читайте здесь, когда Тилек обнаружила, что стала «хозяином» для объекта своих исследований, она решила, что «это интересно» и начала регулярно фиксировать на фото и видео стадии развития блохи. Для того, чтобы паразит не привлек своих соплеменников, Тилек начала носить носки и закрытую обувь. В первое время блоха развивалась нормально, но затем Тилек обратила внимание, что та, вопреки обычному процессу, не откладывает яйца. В итоге живой паразит провел в ноге девушки два месяца, хотя в норме продолжительность жизни блохи в организме хозяине составляет 4-6 недель, так и не размножившись. К концу этого срока пораженное место стало слишком беспокоить Тилек из-за зуда, боли и невозможности нормально ходить, и та удалила Тунга Пенетранес из стопы, пишет медпортал.ру. Вернувшись в Берлин, Тилек и ее научный руководитель, специалист по тунгеазу Герман Фельдмайер, Херман Фельдмайер, на основании неожиданных результатов поставленного эксперимента, отсутствие кладки яиц и аномально долгая жизнь блохи в условиях изоляции от внешней среды, пришли к выводу, что, вопреки принятым представлениям, самка Тунга Пенетранес проникает в организм хозяина неоплодотворенной. Этот процесс происходит уже после внедрения самки в эпидермис. Свои выводы Тилек и Фельдмайер изложили в научной работе, опубликованной в ноябрьском номере журнала Travel Medicine and Infectious Disease. Почему опасно травить глистов лекарствами на травах, узнайте здесь, хотя сделанное открытие не имеет особого значения для борьбы с тунгеазом в эндемичных регионах, полученные результаты могут помочь врачам в диагностике заболеваний у туристов, нередко привозящих песчаных блох домой после отдыха в странах Карибского бассейна, Африки и Индии, полагает Фельдмайер.